Расим Алим, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня исполняется 22 года, со дня оккупации Шуши, армянскими вооружёнными силами, а 12 мая исполнится 20 лет, со дня объявления на линии фронта перемирия. Британский историк Томми Девал, автор книги о Карабахском конфликте, утверждает, что оба народа сегодня находятся в плену саморазрушительного страха и враждебности. Как, на Ваш взгляд, что изменилось за эти годы в переговорном процессе? Можно ли ожидать в будущем урегулирования этого конфликта? Или этот конфликт всё ещё затянется на долгие годы? Ну, я предлагаю, вот ответ на Ваш вопрос содержится в таком вот взгляде на Карабахский конфликт, как на процесс. Если мы вернёмся к его началу, мы увидим, что видение Карабахского конфликта, видение самой проблемы, а именно не через войну, а через мирные какие-то предложения, через переговоры, через урегулирование в рамках, как говорит президент Алиев, в рамках международного права, мы серьёзно продвинулись. Многие этому не придают значения, но Азербайджан серьёзно продвинулся в осмыслении того, что с ним произошло, почему это произошло, почему Азербайджан оказался не в состоянии воспрепятствовать, и как это решить. То есть у Азербайджана есть сейчас твёрдое убеждение, что это вопрос, теперь уже ясно всем, затрагивающий не только двух соседей, Армению и Азербайджан, но это вопрос международного порядка, и не только с точки зрения того, что вот эта война, она затрагивает интересы сопротивленных государств, что в неё вовлекаются новые силы и так далее. Нет, речь идёт о том, что в этих случаях проверяется способность международного сообщества препятствовать с тем принципом, который разрабатывались на протяжении многих десятилетий и нашли своё воплощение в 1975 году в Хельсинки, где был дан примат не только правам человека, как в третьей корзине, да, правам человека, там всяким демократическим основам устройства гражданской и так далее. Но прежде всего было подчёркнуто, подчёркнут был принцип незыблемости существующих границ. Вот это основное. То есть всякий, кто нарушает или посягает на этот принцип, он должен механически, автоматически становиться врагом всего международного сообщества. Ибо если международное сообщество соглашается с этим, а оно согласилось фактически с агрессией Армении, ибо Армения, как правильно сказал недавно в Праге президент Азербайданский, не наказан, её не подвергли санкции, её даже создаёт режим наибольшего благоприятствования, кто-то старается там помочь финансовой, помочь, оказывается всякая военная помощь, экономическая помощь и так далее. То есть если международный сообщество с этим соглашается, тогда возникает вопрос, зачем тогда разрабатывались эти принципы. То есть поэтому я предлагаю на это дело смотреть именно под таким углом зрения. То есть на первом этапе и Азербайджан, и Армении рассматривали это как некую такую войну, которая произошла по вине сепаратистов и так далее, и так далее. И Азербайджан тогда проявил поразительную неготовность к этому вызову. Ни в военном плане, ни в информационном плане, ни в политическом плане, ни в дипломатическом. И самое главное, не в гражданском. Потому что Азербайджан воевал примерно с 88-го года, когда прозвучал первый сигнал, и до последнего времени разобщенным. Вот то, что сейчас происходит в Киеве, происходило и в Азербайджане. Существующая власть, плохая она, хорошая, взяточники были, не были, это другой вопрос. Но страна подвергается агрессии. Речь идет о том, что этот Азербайджан в состоянии выжить или нет. И в этих условиях группы совершенно безответственных людей начинают пикетировать президентский аппарат, начинают давить на власть, требуют отставы, мешают работе. Дошло до того, что... Я не могу об этом с Борю говорить, потому что я участник этого процесса. Я очень часто выезжал в Степанахиад, рискуя жизнь и так далее, когда нужно было налаживать знаменитое, в преддверии проведения знаменитого кольца. Это была весна 91-го года, когда азербайджанской дипломатии, азербайджанской правящему классу удалось наладить отношения с генералитетом центра, тогда еще был Советский Союз, это долгоско-черпевский период, наладить отношения, договориться. Мы фактически за спиной Горбачева уговорили генералитет закрыть глаза на операцию, которую Азербайджан собирался провести совместными силами по освобождению Чайкенда, по освобождению Карабахских сел. И что мы услышали в ответ? В ответ Народный фронт Азербайджана выступил с заявлением, осуждающим правительство Азербайджана за депортацию армян. То есть то, что мы называли освобождением Карабаха от сепаратистов, от террористов, известно, что в Карабахе были международно признанные террористы из Парижа и так далее. Один факт, я понимаю, как можно было в таких условиях удержать шушу. Я не сомневаюсь, что в тот период в действиях ряда авантюрных организаций, которые всплыли на волне карабахской проблемы вне власти, было очень много предательства, исключительно связанных с одной единственной целью. Ибо Народный фронт тогда официальной политикой была чисто большевистской на период Первой мировой войны. То есть поражение России открывает дорогу к власти. То же самое говорил Народный фронт. Поражение Азербайджана открывает дорогу к власти. Так оно и произошло. Так пала шуша. Я же помню выступление Рагима Кази в Верховном Совете тогда, в парламенте Азербайджана. Когда на прямой вопрос гарантируют ли он же, бывший педагог, учитель, стал министром обороны, главнокомандная, это вообще куром на смех. Я не говорю о том, как можно было его назначить. Я говорю о том, как он сам мог на это пойти. Этим измерять меры ответственности любого политика. Если политик берется за дело, которое он не знает и которое требует специальной выучки, это уже авантюрист. И ему задали вопрос, вы гарантируете защиту шуши? Он сказал, что если армяне смогут проникнуть шушу, я пущу себе пулю в лоб. Он до сих пор ходит прекрасно и так далее. Я ничего не имею, но слава богу он освободился и так далее. Это грех радоваться, осуждать это. Но я говорю в данном случае о политической ответственности. Тогда ответственности азербайджанских элит. Тогда только ленивый не плевался во власть, которая худо-бедная обеспечивала защиту национальных интересов. Вот в чем дело. Поэтому основным вопросом Азербайджана с первого часа Карабахского вызова и до сегодняшнего дня остается проблема единства Азербайджана как нации. Руслан Майбнаги утверждает, что в те годы было активное влияние России в процессы. Согласны ли вы с подобными мнениями? И считаете ли вы, что с того времени позиции России по карабахскому регулированию потерпели изменения? Значит, я разделил бы, не говорил бы однозначно о России. Почему? Потому что с 88-го года по декабрь 92-го года ответственность лежит не на России, а на центре во главе с Горбачевым. То есть на союзном центре. Я напоминаю вам, что в соответствии с союзным договором от 22-го года Азербайджан, как и другие республики, вопросы своей дипломатии, безопасности передал центру. И мы вправе были ожидать от центра адекватных мер по приостановлению армянской агрессии. К сожалению, на тот период, сейчас это мы видим, и тогда были трезвые люди в ЦК КПСС, и я об этом неоднократно выступал и говорил, и многие другие говорили, что центр Горбачев ввел тогда, как тогда представить, двусмысленную политику, а в Азербайджане это называлось, в общем-то, в таких кулуарах высоких, чисто предательством. Так оно и вышло. То есть фактически Горбачев в сговоре с Америкой ввел тайную войну против Советского, разрушительную войну против Советского Союза, а Армения была инструментом в руках и Горбачева, и Соединенных Штатов Америки. Именно по этой причине до сих пор никто ни в Вашингтоне, ни в Москве слово агрессор не произносит, потому что Карабах — это, так сказать, приз Армении, который она удостоена за активную участие в развале Советского Союза. Это один вопрос. Второй вопрос — это Ельцинский период, после ГКЧП, когда, так сказать, Советский Союз распался, и положение Азербайджана усугубилось тем, что правящий класс привык делать ставку на центр, а сейчас он оказался без армии, без поддержки, и это при том, что в Азербайджане, в том числе в Карабахе, находились войска, которые по правоприемству перешли под контроль России. То есть мы столкнулись уже с политикой России, но не Советского Союза. Это принципиально разные вещи, и не надо их смешивать. Ельцинская Россия, она открыто поддерживала Армению по той простой причине, что Ельцин пришел к власти в результате, в общем-то, госпереворота, и при поддержке Соединенных Штатов Америки, это мы все видели, и он рассматривал свое пребывание в власти именно под углом зрения, что все, что говорит в Вашингтоне, все, так сказать, есть указ. Он действовал по лекалам Вашингтона, и тут ничего, так сказать, удивительного не было. И это продолжалось до тех пор, пока, так сказать, не изменились геополитические условия с течением времени, благодаря появлению новых лиц, нового курса и так далее. Но на тот момент, к этому надо добавить, что, опять же, предательская роль тогдашней оппозиции, различных политических сил ослабляла создание единого фронта азербайджанской агрессии России. В чем это выражалось? Это выражалось в открытой русофобии, в открытом антирусском, проведении антирусской политики, причем на официальном уровне, уже с приходом к власти Эль-Чебея. Когда-то, так сказать, открыто силовики азербайджанские говорили, что мы еще покажем Россию. Вот мы и Карабах разобьем, и Армению разобьем, и Россию разобьем. То есть, фактически, вместо продуманной дипломатии, гибкой дипломатии, исходя из... Фактически, Азербайджан находился в жесткой блокаде, которая информационной и политической, которая осуществляла не только Россия, но Запад в целом во главе с Соединенными Штатами Америки. То есть, там был единый фронт. Россия, это был период, когда Россия устами Ельцина провозглашала свое стремление к евроинтеграции, натоизации. То есть, Россия вот-вот должна была стать членом НАТО, а мадам Старовойтва должна была стать министром обороны России. Вот какие процессы шли. И в этой ситуации, опять же, от Азербайджана требовалось единство сил, понимание, так сказать, единства фронта, понимаете? Вот так, как это произошло сейчас в Москве. В результате вопроса Крыма все политические силы сплотились вокруг Путина. Хотя там среди них есть тот же Зюганов, тот же Жириновский, ряд других деятелей. Они, в общем-то, имеют свои виды и на власть, и свое отношение к Путину, и к тому, что происходит в России. Но на данный момент они сплотились. Россия выступает единым фронтом, потому что против нее единым фронтом там выступает не только Украина, но и весь Запад, мощнейшая сила. И в этих условиях раскачивать ситуацию в республике, как это делали наши оппозиционеры, это значит потерять чувство патриотизма окончательно. То, что, так сказать, мы, в общем-то, явились на тот период. Так что, да, Россия тогда действовала открыто против Азербайджана, и Азербайджан, к сожалению, не нашел достойного противостояния. Но я подвожу итог сказанного. Но более того, он еще делал все, чтобы вот это противостояние ожесточилось. Россия, вот говоря о народах, я неспроста привел, цитировал Томми Девала. Как Вы считаете, удастся ли народам Армении и Азербайджана в итоге, когда уже будет достигнут действительно мир в регионе, переломить все эти фобии и враждебность? Начнем с азербайджанского народа. Я уже сказал, что видение Азербайджаном в целом карабахской проблемы серьезно изменилось. То есть это связано не только с потерями в войне, но это связано с определенным возрастанием зрелости азербайджанских элит и правящей, и, скажем, гражданской, и общественных элит. Понимаете? Карабах многого научил. Хотя в этой части, введение в ходе противостояния, которое никуда не исчезло, можно привести массу примеров того, как мы продолжаем действовать по старинке, плохо ведем информационную политику и так далее, и так далее. Но и можно говорить о том, что Азербайджан фактически сейчас предстал совершенно в новой роли, и это не может не накладывать отпечаток на политическое мышление. К чему это сводит? Это сводит и к тому, я имею в виду, что. Я имею в виду, что Азербайджан стал активной, важной, частью общезападной стратегии. А общезападная стратегия, и это связано не только с наличием энергоресурсов, как многие интерпретируют, это связано и с политикой, проводимой в этой сфере. Азербайджан зависим от Запада, в какой-то мере и от России, но и Запад зависит от Азербайджана. И это не может не накладывать определенного отпечатка на политическое мышление, как я сказал. Это выражается в чем? Это выражается в большей восприимчивости Азербайджана к мирному, не силовому решению вопроса, к его пониманию, скажем, того, что да, Нагорный Карабах, это, так сказать, армянское большинство там проживает, что вот так сложилась судьба. Как говорил Наполеон, география – это судьба, с ней ничего не поделаешь. Вот азербайджанцы это понимают, чего нельзя сказать об Армении. Армения и сложность – это связано не только с характером, скажем, армян, это связано с судьбой армян. Нет понятия Армении. Почему? Потому что армяне сами говорят, что вот этот кусочек земли, который им дала советская власть, не устраивает их. У них есть мифологизированный образ Армении, который называется Великая Армения. И с этой мыслью они и ложатся спать, и встают, и так как им себя мнятся. И плюс к этому, поэтому, когда мы говорим об Армении, мы правильнее говорить об армянстве, как этнополитическом образовании, не имеющей четких географических, к сожалению, границ, но частично находящейся и в самой Армении. Вот о чем мы говорим. И с этой точки зрения армянство, хоть между его различными отрядами имеется определенные противоречия, определенное непонимание, амбициозность проявляется, типично армянская и так далее, но тем не менее в этом вопросе армянство едино. Вот не успел Орлик выступить вчера со своим новым подходом, я назову это так, к урегулированию. Как тут же среагировали и американские армяне, и российские, и прочие, которые сказали, что тут ничего нового нет, и что нас это совершенно не устраивает, это наша территория, мы должны быть вместе и так далее. То есть подвигнуть их к добрососедству, к совместному проживанию, к пониманию того, что мир меняется, и армяне входят в противоречие с общей тенденцией в мире, я имею в виду западной тенденцией, которая связана как раз вот с новыми подходами, понимаете, изменился двухполюсный мир, сейчас появляется Россия со своими претензиями на новые роли и так далее, но запад иначе подходит к этому. И чем дальше, тем труднее западу отбиваться от настойчивого призыва Азербайджана в конце концов по-новому взглянуть на проблему, а именно так, как он обстоит дело. Есть жертва агрессии, Азербайджан, и есть агрессор, Армения. И я думаю, что проблема урегулирования в значительной мере связана с необходимостью влиять на, корректировать представление армянства об их собственной роли в мире, об их значимости, об их подходах вообще к взаимоотношениям в международном сообществе. Меняется все. И меняется отнюдь не в пользу Армении. Расимби, вот говоря о новых ролях России, о которых вы сказали сейчас, у нас сейчас стали говорить о том, что в последнее время угроза со стороны России стала ярко выпячиваться в отношении Азербайджана. Говорят о так называемой пятой колонии в стране. А вот недавно дагестанский политолог Ханжан Курбанов заявил, что для укрепления Азербайджана неопадем федерализация. Он воздвеждает, что проживающим на севере Азербайджана лезгинам необходимо подоставить автономию. Как вы считаете, насколько это, скажем так, адекватное заявление? Ну, начнем с того, что возрастает давление России. Я, например, этого давления не чувствую, не вижу. Другое дело, что Россия показала своеволие, свое видение проблемы украинской и дала тот ответ, который заслужила нелегитимная власть на Украине, которая тоже действует по подсказке извне, мы это прекрасно знаем. Вообще, во всех конфликтах, которые, вот, межнациональных, прежде чем говорить о соседях, которые, как бы, питают какие-то претензии, надо посмотреть на себя. А что сама власть, сами элиты, сам народ сделал для того, чтобы ее воспринимали так, как она хочет? Ну, как можно было на Мейдане свергать власть легитимную? Она, может, плохая, она недостойная и так далее. Это другой вопрос. Оставалось два месяца до выборов. Почему Турчинов и другие не захотели этого? Это вопрос. То есть, нелегитимная власть на Украине пытается навести порядок в страде с помощью армии. Это нонсенс. Вот этого, такого отношения со стороны к Азербайджану я со стороны России не вижу. У России другая проблема. Россия исходит из того, что Соединенные Штаты Америки изменили ранее достигнутым договоренностям, отбросили все договоры по Хельсинки, договоры, которые при Горбачеве и Рейгане, которые были достигнуты при Ельцине и так далее, и открыто бросают вызов России. Это делается с помощью Украины. Я говорю, это видение России. Это делается с помощью других, обкладывается базами и так далее. То есть, фактически, речь идет о том, чтобы реальная политика Америки направлена на то, при поддержке ЕС, чтобы втянуть Россию в изнурительную войну, за которой может последовать то, что последовало в результате такой политики Советского Союза, то есть распад. Россия хочет избежать с этого исхода. С этой точки зрения Россия относится ревностно ко всем тем подвижкам своих соседей, бывшим советским странам, Советским Республимам, которые мечтают о евроинтеграции, хотят стать ассоциативным членом, хотят, так сказать, войти в состав НАТО и так далее. Причем абсолютно не соизмеряя собственную значимость, собственную готовность к той роли, которую они собираются сыграть. И в этом смысле последние заявления азербайджанского руководства политического о том, что она не видит свое участие в ассоциативном членстве, они очень здравые, продуманные и правильные. И я думаю, что это не осталось незамеченным в России. Другой вопрос, что в результате противостояния России и Украины оживляются сепаратические элементы, коих много у нас и на Южном Кавказе, и на Кавказе вообще. И некоторые эти силы хотели бы, чтобы Россия поддержала их в их притязаниях на территориально-претаризаниях к Азербайджану, на их дробления и так далее. я думаю, что вот ту цитату, которую вы привели, это является одной из таких провокационных признаков провокационного поведения различных политиков, достаточно безответственных и пока что, так сказать, малозначащих на политической арене, которые хотели бы столкнуть Азербайджан с Россией, но я не верю, что это может произойти, потому что вот в нынешних условиях есть определенные значительные степени взаимопонимания, хорошие контакты, чему мы были свидетелями и я думаю, что какие-то не в состоянии. Хотя надо говорить о том, что многое будет зависеть от исхода войны на Украине. Продолжение следует...